За кулисе Краснодарского парада, живая аллея славы. В прошедших войну полуторках и ЗИСах герои Великой Отечественной, как 72 года назад, сидят с осанкой победителей. Они готовятся возглавить торжественное прохождение войск на главной площади Краснодара. У каждого за спиной своя история победы. 383-я стрелковая дивизия, 694-й стрелковый полк. Стрелок автоматчик. Мне было всего 18 лет. Сначала была минером, Краснодар освобождала. 24 мне еще не было. Я в разведке была. Я вспоминаю некоторые моменты. Как они меня немцы. Вот я объездила, вот он идет. А я в кустах. Худая была, маленькая. И пусть самым младшим ветеранам, пришедшим на парад уже 90, они пытаются держать равнение на Знамя Победы. Над Театральной площадью сегодня развивается штурмовой флаг 150-й Идрицкой дивизии. Тот, который над поверженным Рейхстагом в 45-м водрузили советские бойцы Егоров и Контария. Враг превосходил нас в численности, в оружии. Но у них не было понимания, что у нас есть непобедимая сила воли, духа, непокоряемый характер и безграничная любовь к родине. Это любовь. Это готовность отдать жизнь за свой народ. И есть патриотизм. И сегодня быть патриотом значит быть россиянином. Дорогие ветераны, память о вашем героизме остается священной для нашего народа. Весь край сегодня пройдет одним большим бессмертным полком, связывающим воедино поколения ушедших героев и тех, кто с гордостью несет их портреты. Для нас на все времена ничто не забыто и никто не забыт. С днем Великой Победы! После того, как собравшиеся стоя приветствовали героев Великой Отечественной, на площадь вступает взвод барабанщиц из Краснодарского университета МВД. У девушек одна из самых сложных задач. Еще попробуй так маршировать на каблуках и одновременно выбивать ритм. В торжественном прохождении войск участия приняли больше двух тысяч человек. Моряки, десантники, летчики, бойцы национальной гвардии, казаки, кадеты военных училищ. В центре Краснодара ни одного свободного пятачка. Из именка праздника, конечно, дефиле боевых машин. 27 единиц военной техники сотрясают театральную площадь Краснодара. Это бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», «Тайфун», а также ракетный комплекс «Искандер». Многотонные машины наглядно демонстрируют готовность к обороне границ нашей Родины. Ракетный комплекс «Искандер» в обычном стрижении предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей. Вся техника действующая и стоит на вооружении в воинских частях Краснодарского края. О таком оружии нашим дедам и прадедам даже мечтать не приходилось. В бронированном вездеходе «Тигр» экипаж не пострадает, если автомобиль подорвут двумя килограммами тротила. Ракетный комплекс «Искандер» может уничтожить любой объект в радиусе 500 километров с точностью 2 метра. Но глядя в глаза стариков, понимаешь, это всего лишь железо. Залогом победы советского народа над фашизмом стали несгибаемый характер и стальная воля. Под Киевом, там отбивал атаку с батальоном, и меня ранило. И меня увезли в госпиталь. Я лечился в Сталинграде. Вылечили нормально. Все. А потом снова на фронт. Ветераны пришли сегодня на театральную площадь уже с правнуками. И пусть некоторые пока даже не понимают об их подвиге, но спустя время будут помнить о нем всю жизнь. Смотри, деда, какие деды медали. Майор она, да? Младший лейтенант. Надо майору. По здоровой, самошли. Нет, младший. Майский праздник, день победы. Отмечает вся страна. Надевают наши прадеды боевые ордена. Нельзя даже, наверное, как-то поблагодарить и оценить. Просто мы постараемся сделать все, чтобы этот подвиг не был забыт. И чтобы о них всегда помнили. Они всегда будут живы. Подобные слова от подрастающего поколения. И есть главное доказательство того, что поколение победителей сражалось и отдавало своей жизни не зря. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Денис Акулов, Кубань-24, Краснодар.